МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 24 июня 1941 года. Третий день Великой Отечественной войны. Начальник немецкого генерального штаба генерал Франц Гальдер делает в своем дневнике следующую запись. Получены некоторые данные о новом типе русского тяжелого танка. Вес 52 тонны. Вооружение – пушка калибра 152 мм и 3 пулемета. 50-мм противотанковая пушка пробивает броню этого танка только под орудийной башней. Получены сведения о появлении еще одного нового русского танка, вооруженного 75-мм пушкой и тремя пулеметами. Эти сухие строки о танках КВ-2 и Т-34. Слова генерала Гальдера не в полной мере передают тот шок, который испытали немецкие танкисты, встретившись в бою с новыми советскими танками. К концу 30-х годов основу автобронетанковых войск Советского Союза составляли легкие танки Т-26 и БТ. Т-26 предназначались для поддержки пехоты. БТ – для развития тактического успеха в наступлении. Класс средних машин представляли танки Т-28. Их задачей было усиление стрелковых дивизий при прорыве сильно укрепленной обороны противника. На вооружении Красной Армии состояли и тяжелые Т-35. Эти пятибашенные танки в случае необходимости должны были качественно усилить общевойсковые соединения. Что касается легких танков, то во время войны в Испании, а затем и в Финляндии, выявились слабые места этих машин. Главной их проблемой было недостаточное бронирование. Средние танки Т-28 были защищены лучше, но и на них, в конце концов, пришлось установить дополнительные бронелисты. Но хуже всего обстояло дело с тяжелым танком Т-35. Участие в военных действиях он не принимал, но и без того было понятно, что его броня не смогла бы выдержать попадание снаряда противотанкового орудия. Этот новый вид оружия в то время начал получать широкое распространение. Усиление броневой защиты на Т-35 не представлялось возможным, поскольку это неизбежно вело к увеличению массы танка. Ухудшились бы такие характеристики, как скорость и проходимость, которые у Т-35 и так не были выдающимися. Каким же образом решили эту проблему, создавая новый тяжелый танк? Чем пожертвовали ради усиления брони? В 1939 году на испытания вышли три новых тяжелых танка. Т-100, СМК и КВ. Т-100 и СМК были танками двухбашенными. Каждая башня была вооружена пушкой. КВ также имел две пушки, но устанавливались они в одной башне, единственной. По многим характеристикам танки были схожи, но была одна существенная разница. Однобашенный КВ весил 40 тонн, на 15 тонн меньше своих собратьев. То есть на танке КВ была возможность существенно увеличить броневую защиту. К тому же габариты двухбашенных танков снижали их маневренность, и машины становились удобной мишенью на поле боя. Как результат, от громоздких многобашенных конструкций решили отказаться. Выбор был сделан в пользу однобашенного танка КВ. Впрочем, в серию он пошел с одной пушкой, поскольку две стесняли действия экипажа. На вооружение танк приняли под обозначением КВ-1. Тяжелый танк КВ-1. Боевая масса 47 тонн. Экипаж 5 человек. Оружие. Пушка калибра 76,2 мм и 4 пулемета калибра 7,62 мм. Мощность двигателя 600 л.с. Максимальная скорость 34 км в час. Танк КВ назвали в честь Народного комиссара обороны Климента Ворошилова. Конструктором танка был Жозеф Котин, ведущим инженером Николай Духов. В свой первый бой машина вступила в декабре 1939-го, во время войны с Финляндией. Броня танка была потрясающей. Максимальная толщина броневых листов составляла 75 мм. Колоссальная защита для тех лет. В ходе боевых действий выяснилось, что 76-мм пушка танка против железобетонных дотов была малоэффективной. Тогда, по требованию штаба Северо-Западного фронта, конструкторское бюро Котина разработало на базе КВ-1 новый вариант танка с увеличенной башней. Это позволило вместо пушки установить в ней гаубицу калибра 152 мм. Машина получила обозначение КВ-2. Итак, новые тяжелые танки КВ-1 и КВ-2 стали поступать на вооружение. Но требовалось обновить парк легких и средних танков. Проблема стояла та же. Создание нового танка с усиленной броневой защитой без снижения других характеристик. Выбрать предстояло из двух проектов. Это были танки А-20 и А-32. Обе машины разработали под руководством Михаила Кошкина. Он возглавлял танковое конструкторское бюро Харьковского завода номер 183. 27 февраля 1939 года состоялось заседание Комитета обороны. Были представлены чертежи и макеты обоих спроектированных танков. Большинство военачальников высказалось в пользу А-20. А-20 был танком колесно-гусеничным. То есть мог передвигаться как на гусеницах, так и на колесах. Последнее обстоятельство было важным для быстрой переброски танков по дорогам на большие расстояния, сохраняя при этом ресурс гусениц. Тем более, что в Красной Армии на тот момент подобные машины были. Это быстроходные танки БТ. В тот момент, когда чаша весов стала склоняться в пользу колесно-гусеничного варианта, слово взял Михаил Кошкин. Он предложил изготовить в металле и второй танк, чисто гусеничный, А-32. Последнее слово осталось за Сталиным. Он поддержал инициативу главного конструктора. В итоге было принято решение для сравнительных испытаний построить оба танка. Отличительной чертой этих танков стало наклонное расположение броневых листов корпуса и башни. Сделали это для улучшения противопульной и противоснарядной защиты. Когда снаряд пробивает броню танка, он проходит определенный путь. При попадании в наклонную броню снаряду придется пройти большее расстояние. Таким образом, не увеличивая толщину броневых листов, а соответственно, не увеличивая массу танка, можно существенно повысить защищенность машины. Одним из первых это применил военный изобретатель Николай Цыганов. В 1937 году по его проекту был изготовлен экспериментальный танк с подобным расположением брони. При разработке А-20 и А-32 конструкторское бюро Кошкина пошло еще дальше. Были определены рациональные углы наклона. Дело в том, что чем больше угол, тем больше вероятность того, что пуля или снаряд срикошетирует. Так, при встрече остроконечного снаряда с броней под углом свыше 50 градусов, как правило, происходит рикошет. В то же самое время наклон брони влияет на габариты танка. Придется либо уменьшить внутренний объем и без того не очень просторного танка, либо увеличить его внешние габариты, что также имеет свои ограничения. Например, слишком широкий танк будет сложно перевозить по железной дороге. В итоге компромисс между необходимой защищенностью и габаритами был найден. Конструкторы определили те места, где броню можно было наклонить под большими углами. В первую очередь это наиболее уязвимая лобовая часть танка. Бортовые броневые листы также установили под углом, но этот угол был меньше. В этом отношении танки А-20 и А-32 были схожи. А чем они отличались? Сравнительные ходовые испытания показали, что машины практически равноценны. Разве что максимальная скорость А-20 была немного больше. Правда, двигался он при этом не на гусеницах, а на колесах. Но именно из-за колесно-гусеничного типа движителя машина не имела запаса по увеличению веса. В противном случае пришлось бы переделывать подвеску. У танка А-32 этого недостатка не было. В дальнейшем его можно было защитить более мощной броней без существенных конструктивных изменений, что и было проверено на втором опытном экземпляре танка А-32. Для этого на бортах и на башне закрепили грузы общей массой 7 тонн. И такая догруженная машина успешно прошла заводские испытания. Постановлением Комитета обороны от 19 декабря 1939 года танк А-32 был принят на вооружение рабоче-крестьянской Красной Армии. Ему присвоили обозначение Т-34. Средний танк Т-34 образца 1940 года. Боевая масса 26,8 тонны. Экипаж 4 человека. Оружие Пушка калибра 76,2 миллиметра и два пулемета калибра 7,62 миллиметра. Мощность двигателя 500 лошадиных сил. Максимальная скорость 54 километра в час. На Т-34 установили танковый дизель В-2, аналогов которому в те годы не было во всем мировом танкостроении. Разработки дизелей для танков в Советском Союзе начались в начале 30-х. А когда в ходе боев в Испании выяснилось, что бензиновые двигатели легко воспламеняются, работы над дизелем пошли с удвоенной энергией. Этот тип двигателя с точки зрения пожарной безопасности гораздо надежнее. Первым серийным танком с дизельным мотором стал БТ-7М. Его выпуск начался в 1939 году. С этого момента такой тип двигателя стал приоритетным в советском танкостроении. Поэтому и тяжелый КВ и средний Т-34 изначально конструировались с дизелем. Отчасти двигателю В-2 34-ка обязана своему будущему успеху. Т-34 было суждено войти в историю как одному из лучших танков в мире. Выпущено свыше 60 тысяч этих машин в различных модификациях. Для 34-ки практически не было препятствий. Броня танка надежно защищала экипаж от огня противника. Появление на поле боя Т-34 как правило предопределяло исход сражения. Менялся облик машин. Росла эффективность вооружения. Танк становился совершеннее. Но все это будет позже. А пока Т-34 надо было внедрить в серийное производство. Начались всесторонние испытания на полигонах. Танк преодолевал различные препятствия. Например лесной массив с диаметром деревьев до 30 сантиметров. Более того он ломал отдельно стоящие сосны диаметром 70 сантиметров. Танк обстреливали из 37 и 45 миллиметровых пушек. бронебойные снаряды отскакивали от брони, оставляя на ней лишь вмятины. Т-34 совершал многокилометровые пробеги, порой в очень тяжелых условиях. В одном из таких пробегов серьезно заболел главный конструктор Михаил Кошкин. И спустя несколько месяцев, 26 сентября 40 года, он умер. Так уж сложилось, что Михаилу Ильичу Кошкину не удалось увидеть, как Т-34 будут радостно встречать на улицах освобожденных городов. Как после войны танк вознесут на постаменты, как его детище станет легендой. после смерти Кошкина главным конструктором Харьковского завода стал Александр Морозов, а его заместителем и начальником КБ по танку Т-34 Николай Кучеренко. Работы впереди было много. По плану к концу 40-го года обязали выпустить 600 боевых машин. В том же 40-м развернули работы по реорганизации автобронетанковых войск. Планировалось, что в их состав войдут 9 механизированных корпусов, 2 отдельные танковые дивизии, 28 бригад, а также отдельные танковые батальоны и полки. Да, для сугубо мирного человека это звучит довольно сложно. Говоря проще, танков нужно было много. Согласно новой структуре требовалось свыше 18 тысяч машин разных типов. Треть из них должны были составлять новые танки, тяжелые КВ-1 и КВ-2, а также средний Т-34. Эту задачу планировалось выполнить к весне 42-го. В начале 41-го было решено развернуть дополнительно 20 механизированных корпусов. Это еще 32 тысячи танков. Из них половина новые. Планы по качественному улучшению автобронетанковых войск были грандиозные. Но помимо огромного числа новых танков требовались и новые специалисты. Их явно не хватало. В танкистов переучивали стрелков, артиллеристов, кавалеристов. Для младшего командирского состава срок службы увеличились с двух до трех лет. Не будем забывать о том, что старший командный состав был ослаблен репрессиями. Многих военачальников объявили врагами народа и многих расстреляли. А в это время немецкая армия победным маршем шла по Европе. 1 сентября 1939 года вторжение в Польшу. Началась Вторая мировая война. Апрель 40-го оккупированы Дания и Норвегия. В мае 40-го капитулировали Голландия, Бельгия, Люксембург. Через месяц Франция. В следующем году захвачены Югославия и Греция. 22 июня 1941 года. 4 часа утра. Войска нацистской Германии вторгаются на территорию Советского Союза. Самолеты Люфтваффе наносят массированные бомбовые удары. Колонны военной техники устремляются вглубь страны. В первый день войны гитлеровские войска продвигаются на 60 километров, во второй еще на 70. Захвачены десятки городов и деревень. По плану Вермахта военная операция против страны Советов должна была завершиться через полтора, максимум два месяца. Решающая роль в молниеносной войне отводилась авиация и танков. Их совместные действия должны были обеспечить безостановочное продвижение немецкой армии. Каким же было соотношение сил двух противоборствующих сторон к началу боевых действий? По количеству военной техники Красная армия превосходила вермахт. Одних только танков было 23 тысячи. Из них в западных военных округах 13 тысяч. Со стороны Германии в нападении участвовало более 3 тысяч трехсот танков. Новых Т-34 и КВ в Красной армии было порядка полутора тысяч. Из них 90 процентов на западной границе. Это сопоставимо с количеством основных немецких танков Т-3 и Т-4. Но решающую роль в первые дни войны сыграли нечисленные показатели. К 22 июня структурная реорганизация Красной Армии не была завершена. Советские воинские части были расположены на большом пространстве вдоль всей западной границы. Германские же войска наносили массированные и сосредоточенные удары на определенных направлениях. Конечно, на отдельных участках немцы встречали активное сопротивление. Так, к исходу 23 июня 2-я танковая дивизия генерал-майора Солянкина уничтожила 40 танков и 40 орудий противника. Однако действия частей Красной Армии были разрознены. Отсутствовала связь между войсковыми соединениями. Не была организована разведка. Командование танковых частей не имело сведений о противнике. Не хватало горючего, боеприпасов. К тому же танкисты не успели освоить новые машины. Практика вождения Т-34 и КВ у многих механиков-водителей равнялась всего двум К исходу 25 июня танковым экипажем 6-го механизированного корпуса после того, как закончилось топливо и снаряды пришлось уничтожить свои боеспособные машины. По тем же причинам в течение первых четырех суток были потеряны все танки Т-34 11-го механизированного корпуса. Выведена из строя большая часть КВ-1 и почти все танки КВ-2. Всего же за первые 40 дней войны Красная Армия лишилась 11 тысяч танков, то есть практически половины из всех имевшихся на 22 июня. Основным немецким танком призванным осуществить Блицкриг был средний танк Т-3. С ним советское военное командование познакомилось еще до войны. В августе 1939 года Германия и СССР заключили пакт о ненападении. Был подписан договор и о сотрудничестве в экономической сфере. По соглашению Германия должна была в числе прочего продать образцы военной техники. Так танк Т-3 впервые попал в Советский Союз. Примерно в то же время в СССР проходили испытания новые танки КВ и Т-34. Выяснилось, что наши машины как минимум не хуже немецкого Т-3. У советских танков был больше калибр орудия, больше запас хода, более мощная броневая защита. Но вот германское командование про новые русские танки практически ничего не знало. Разработка и испытания проходили в обстановке глубочайшей секретности. Когда немцы впервые столкнулись с русскими танками в бою, то они были просто шокированы. Это ударило нас как тонна кирпичей. Изумление было полным. Как могло получиться, что там наверху не знали о существовании этого превосходного танка? Так написал АТ-34 в своих мемуарах один из командиров немецкой танковой роты. А вот слова другого немецкого офицера о тяжелом советском танке КВ. Примерно с 800 метров мы открыли по русским огонь. Без результата. Через некоторое время мы находились друг против друга уже в 50 метрах. Бешеная артиллерийская перестрелка шла без видимого немецкого успеха. Русские танки продолжали идти. Бронебойные снаряды от них просто отскакивали. Войну против Советского Союза также вступил новый немецкий танк Т-4. Калибр его орудия 75 миллиметров больше чем у Т-3. Но из-за короткого ствола начальная скорость снаряда была недостаточной для поражения хорошо защищенных целей. Более того немецкие танки не могли пробить броню Т-34 и КВ даже если бы подошли вплотную. Для сравнения советские танки поражали немецкие с расстояния в полтора километра. Танки противника обладали плохой проходимостью зимой и в условиях распутицы. Советские танки этого недостатка не имели. Как видим качественно новые советские машины по основным боевым свойствам превосходили танки противника. Но одного этого было мало. Требовалось срочно увеличить количество выпускаемых танков. Причем сделать это предстояло в тяжелейших условиях военного времени. Все для фронта все для победы. С этими словами страна проживет долгие четыре года. Вместо ушедших на фронт к станкам становились подростки женщины старики. А враг продолжал двигаться на восток. Началась массовая эвакуация заводов на Урал и в Сибирь. Нижний Тагил, Омск, Челябинск, Свердловск, Оренбург, Магнитогорск. В этот период основная нагрузка по выпуску танков Т-34 выпала на долю Сталинградского тракторного и завода Красное Сормово в Горьком. Вся страна поднялась на борьбу с врагом. Все для фронта, все для победы. Пока в тылу налаживалось производство, на передовой шли ожесточенные бои. Немецкие войска приближались к столице. Боевые действия советских бронетанковых войск осенью 1941 года под Москвой носили в основном маневренный характер. Воевали танкисты, что называется не числом, а умением. Атаковали в основном из засад, рассекая боевые порядки немецких танковых соединений на небольшие группы. Так с 4 по 11 октября 4-я танковая бригада полковника Михаила Катукова, несмотря на значительное численное превосходство противника, уничтожило 113 немецких танков, 49 орудий до полка пехоты. Потери же самой 4-й танковой бригады исчислялись единицами. Приказом от 11 ноября 1941 года бригада получила звание 1-й гвардейской танковой. Командиру бригады Катукову присвоили звание генерал-майора и наградили орденом Ленина. В начале декабря 1941 началось контрнаступление Красной Армии под Москвой. Враг был отброшен от стен столицы. В одной из атак 18 декабря погиб командир роты танков Т-34 старший лейтенант Дмитрий Лавриненко. В 28 проведенных боях он уничтожил 52 немецких танка. История Великой Отечественной войны не знает другого подобного примера. Спустя 49 лет после его гибели 5 мая 1990 года Дмитрию Лавриненко посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Бесспорно лучшим танком Второй мировой войны был Т-34 Но отдельного упоминания заслуживают и легкие советские танки нового поколения. Во время Великой Отечественной войны концепция их развития подверглась серьезному пересмотру. В апреле 41 на вооружение приняли легкий танк Т-50. Всем он был хорош Наклонная броня дизельный двигатель современное вооружение Но в условиях военного времени этот танк оказался сложен и дорог в производстве Был танк и попроще Малый плавающий Т-40 Но и он не в полной мере соответствовал моменту Слишком слабым было его вооружение Всего два пулемета А необходимость в некоем промежуточном варианте была В начале войны в тех условиях когда много машин было потеряно автобронетанковые войска требовалось срочно укомплектовать танками Тогда то и приняли решение о создании нового легкого танка простого в производстве строить который можно было на автомобильных заводах Таким танком стал Т-60 Легкий танк Т-60 Боевая масса 5,8 тонны Экипаж 2 человека Оружие автоматическая пушка калибра 20 мм и пулемет калибра 7,62 мм Мощность двигателя 70 л.с. Максимальная скорость 45 км в час Т-60 разработали в рекордно короткий срок всего за две недели Главным конструктором был Николай Астров Сделали танк на базе Т-40 Т-60 действительно получился простым и дешевым В серийное производство танк был запущен в октябре а уже к концу 41-го выпустили 1400 таких машин большую часть на Горьковском автомобильном заводе Применялись танки Т-60 для поддержки пехоты и для уничтожения легко бронированных целей В начале 42-го года был создан новый танк Т-70 Легкий танк Т-70 Боевая масса 9,2 тонны Экипаж 2 человека Оружие пушка калибра 45 мм и пулемет калибра 7,62 мм Мощность силового агрегата 140 лошадиных сил Максимальная скорость 45 километров в час Т-70 стал дальнейшим развитием Т-60 Улучшили подвижность машины ее защищенность установили пушку большего калибра Последним советским легким танком периода Великой Отечественной стал Т-80 Его приняли на вооружение в конце 42 Правда построили всего 75 машин К тому моменту уже наладили и в достаточном количестве выпуск средних и тяжелых танков Но свое дело легкие танки сделали Их изготовили быстро и много 6 тысяч танков Т-60 и 8 тысяч Т-70 Стоит заметить что новые легкие танки оснащались не дизельными а бензиновыми автомобильными двигателями Только так можно было обеспечить быстрый выпуск танков До войны дизели производил лишь один харьковский завод номер 75 И когда началась его эвакуация вглубь страны возник дефицит Поэтому даже часть 34 и КВ выпустили с бензиновыми двигателями Причем сделать это разрешили на самом высоком уровне в Государственном Комитете Обороны Самостоятельно принять такое решение на заводах не имели права Существовало категоричное указание Никаких кардинальных переделок которые могли бы негативно сказаться на темпах выпуска танков И наоборот приветствовались все предложения направленные на увеличение их выпуска Именно с этой целью в конструкцию Т-34 внесли почти 800 изменений что позволило отказаться от 5500 деталей Таким образом танк можно было собрать гораздо быстрее В мае 1942 в ходе производства изменили конструкцию башни При этом как говорится убили сразу двух зайцев Башня стала просторнее а технология ее изготовления проще Из-за шестигранной формы новую башню 34 прозвали Гайкой Изменили конструкцию тяжелого танка КВ Улучшили трансмиссию которая не очень хорошо проявила себя в боевых условиях Уменьшили массу танка что положительно сказалось на его подвижности Поменяли форму башни Обновленный танк получил наименование КВ-1С С означало скоростной Сборка нового КВ на Челябинском тракторном заводе началась в июле 1942 Но в то же время ставка Верховного Главнокомандующего приняла решение увеличить производство Т-34 за счет сокращения выпуска танков КВ Объяснялось это тем что КВ не имел преимуществ перед Т-34 в вооружении уступал ему в маневренности и был сложнее в производстве Поэтому на Челябинском заводе часть цехов переоборудовали под сборку Т-34 Выпуск Т-34 увеличивался Совершенствовалась технология ее производства На заводе в Нижнем Тагиле под руководством академика Евгения Патона был внедрен новый метод сварки Ручную сварку заменили на автоматическую В Свердловске на заводе Уралмаш разработали конструкцию штампованной башни По бронестойкости такие башни были лучше летых Танки строили всем миром В стране зародилось целое движение по сбору средств на производство боевой техники Вот пионеры торжественно вручают Т-34 От лица советских полярников танки КВ-1С передает дважды герой Советского Союза Иван Папанин Колхозники Московской области пополняют Красную армию танками Не отстает и творческая интеллигенция На заднем плане высокий человек в военной форме никто иной как писатель Сергей Михалков Штурмовой огонь веди наш тяжелый танк В тыл фашисту заходи бей его во фланг Экипаж бесстрашный твой не смыкают глаз выполняет боевой сталинский приказ С увеличением выпуска танков появилась возможность организовать крупные танковые соединения обладающие высокой подвижностью и большой ударной силой В течение 1942 года были сформированы 4 танковых армии К ноябрю значительная часть танковых и механизированных соединений сосредоточилась в районе Сталинграда В общей сложности группировка насчитывала 1343 танков Их количество в два раза превышало численность немецких боевых машин сосредоточенных на этом ключевом направлении В сложной обстановке на Сталинградском заводе до последнего продолжали собирать и ремонтировать танки Т-34 И лишь когда враг вплотную подошел к стенам завода его рабочие остановили производство и взялись за оружие 19 ноября 1942 года Красная Армия перешла в контрнаступление Стремясь восстановить положение противник ввел в бой резервы и яростно контратаковал Но мощными ударами его атаки были сломлены а ближайшие резервы разбиты Советские войска благодаря высокой проходимости танков Т-34 вышли на оперативный простор громя тылы и коммуникации врага Так танковый корпус генерал-майора Баданова за пять суток продвинулся вглубь обороны врага на 240 километров 24 декабря стремительным ударом корпус овладел поселком и железнодорожной станцией Тацинская обороняющий ее гарнизон был полностью уничтожен Основной целью рейда являлся захват аэродрома через который снабжали немецкую группировку Задача была выполнена Танкисты захватили аэродром и свыше 300 самолетов не успевших даже подняться в воздух за проявленную отвагу корпус был преобразован во второй гвардейский Тацинский одержав победу под Сталинградом Красная Армия развернула наступление на огромном фронте от Ленинграда до предгории Кавказа В результате зимних наступательных операций 42-43 годов советские войска продвинулись на запад на 600-700 километров освободили огромную территорию и заняли прочные позиции для развертывания нового мощного наступления А поле боя держится на танках Взревут моторы и сверкнет броня По грязи по врагам полстанков Прорвут любую линию огня Субтитры создавал DimaTorzok